Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. А это значит, что прямо сейчас вы узнаете о самых ярких и интересных событиях культурной жизни нашего города. 18 мая в Рязанском художественном музее открылась выставка Ильи Глазунова «Поля Куликова». Подробнее о работах уникального живописного цикла и его авторе расскажем в следующем сюжете. Все музеи Рязани отметили свой международный день усиленной работой. Для гостей 18 мая было предусмотрено не только бесплатное посещение экспозиции, но и огромное количество мастер-классов и развлекательных мероприятий. Кроме того, именно в этот праздник принято открывать новые выставки. Так посетители Рязанского художественного музея смогли увидеть работы известного художника Ильи Глазунова. Мы всегда встречаем праздник трудом. Вот сегодня у нас целый день проходили различного рода мероприятия. И главным мероприятием является открытие вот этой замечательной выставки. На открывшейся выставке посетители смогут увидеть один из лучших живописных циклов Ильи Глазунова «Поля Куликова». Он был задуман художником к 600-летию Куликовской битвы и включает в себя порядка 30 работ, 22 из которых сегодня находятся в залах Рязанского художественного музея. Все они так или иначе рассказывают о ратном подвиге русских воинов, который положил начало освобождению Руси от иноземных захватчиков. Если двигаться по залу против часовой стрелки, можно прочесть всю летопись Великой битвы. От момента провода войск до победы русских воинов над монголо-татарами. Здесь и изображение великого князя Дмитрия Донского, и хана Мамая с горящими ненавистью глазами, и явление в небе святых Бориса и Глеба, и сама жестокая битва. Около 20 лет понадобилось Илье Глазунову, чтобы на основе многочисленных исторических материалов, летописей, народных преданий, легенд, создать целостный образ этого эпохального события. Я думаю, что вот эта общность исторической судьбы славянских народов, княжеств московского, рязанского. Мы знаем, что и на рязанской земле происходили столкновения с татарскими войсками, и множество различных битв составилось именно на рязанской земле. Ну, хотя бы та же битва на Ложе, известная всем. Поэтому эта тема очень современна, эта тема восстановления русской духовности, русской нации, пожалуй, в наши дни, в начале 21 века, она звучит как никогда остро. Впервые этот живописный цикл экспонировался в 80-е годы в Туле. После этого картины остались в Тульском музее изобразительных искусств. Именно его сотрудники предоставили эту выставку Рязанскому художественному музею. Познакомиться с творчеством Ильи Глазунова можно будет на протяжении всего лета. Экспозиция закончит свою работу лишь 5 сентября. Днем позже, там же, в Рязанском художественном музее, открылась 11-я городская выставка изобразительного искусства «Моя любимая Рязань. История и современность». Каким же видят наш город его жители, узнаем прямо сейчас. Поддержать талантливых детей, воспитать в молодом поколении уважение, интерес и бережное отношение к родному краю, его культуре и традициям, именно такие цели преследуют организаторы выставки детского рисунка «Моя любимая Рязань. История и современность». Участие в ней принимают учащиеся художественных отделений Рязанских школ искусств. Каждый год они получают одно и то же задание – нарисовать свой родной город, который каждый ребенок, конечно же, видит по-своему. Для кого-то это крем, для кого-то это семья, для кого-то это домашнее животное. Впервые у нас выставка домашних питомцев, которая расположена в зеленом зале. И поймите, для кого-то это пригород Рязани. Еще раз мы убеждаемся, что наше творчество детей настолько безграничное, настолько они влюблены в наш город. Поэтому нам очень сложно было отбирать для этой выставки работу, потому что их было действительно очень много. На рисунках, представленных в выставочном зале художественного музея, можно увидеть и знакомую нам площадь Победы, и Рязанский театр драмы, и здание торговых рядов. Но, конечно же, чаще всего дети изображают Рязанский Кремль, который в их представлении является символом нашего города. Из 300 работ, представленных на конкурс, только 150 оказались на выставке. Так что рисунки самых талантливых детей какое-то время будут соседствовать с работами великих мастеров. Во-первых, нам сказали, что если наша работа сюда повисает, то у нас пятерка по композиции. Значит, это поэтому я такая, ну мы должны, мы должны. Я поэтому за всех сил старалась. И когда я узнала, что я такая, да, пятерка, вот. И мне очень нравится, потому что я такая, ну, художественный музей, это же классно. Как бы красиво, престижно, и к тому же моя работа, надо же, рядом с художником. Я так обрадовалась, в общем. В преддверии Дня города многие из этих работ горожане смогут увидеть на праздничных баннерах, которые будут размещены по всей Рязани. А в это время в Музее истории молодежного движения посетителям новой экспозиции предлагают поиграть в кубики. Наверное, конструкторы в детстве вызывали восторг как у мальчиков, так и у девочек. Мы чувствовали себя маленькими архитекторами, складывая деревянные или пластмассовые детали в башни и дворцы. Да что скрывать, даже сегодня, будучи уже взрослыми людьми, многие из нас не откажутся соорудить из конструктора очередной архитектурный шедевр. Однако все мы воспринимаем этот процесс исключительно как игру. А вот автор выставки Игорь Консеус решил задействовать им же разработанные специальные конструкторы в процессе обучения детей истории и мировой культуре. И лишь некоторое время спустя он понял, что эти кубики позволяют не только наглядно познакомиться с образцами мировой архитектуры, но и играют важную роль в развитии ребенка как личности. Я понял, что это мощное посредство реализации вот этих творческих способностей, которые вот в последнее время, они как-то у нас не задействуются. Сегодня умению правильно играть в кубики Игорь Консеус обучает на занятиях при Николу Ямском храме. На них приходят как малыши, так и взрослые слушатели. Обучение начинается с элементарных фигур. Со временем уровень сложности растет, и в итоге ребята под руководством учителя способны создать вот такие многофигурные композиции. То, что вот тут вот на выставке дети делали, а все, кроме там, может быть, трех-четырех построек, значит, там есть от пяти до двенадцати лет. Это вот малыши делают, и вот это, и это, но не сразу. Конечно, чтобы прочувствовать благотворное влияние методики Игоря Консеуса, обычного просмотра экспозиции будет недостаточно. Именно поэтому в работе выставки запланированы мастер-класса, которые для желающих может провести автор. Записаться на них можно непосредственно в музее. Выставка «Игра в кубики» будет работать до 20 июня. Раскопки, которые ведутся в нашем городе в связи со строительством нового здания музея, вновь преподнесли археологам сюрприз. И, кстати, об этом сюрпризе сообщили только наши телекомпании. О Большой Московской дороге ученым было известно давно, главным образом из древних письменных источников. Однако обнаруженный на днях фрагмент деревянной мостовой позволил определить ее точное расположение. Теперь мы можем точно сказать, где проходила эта Большая Московская дорога, где она пересекалась с линией Острога, которую мы нашли в прошлом году. А на пересечении Большой Московской дороги и Острога находилась Большая Московская проезжая башня. Это главная была башня Острога, через которую проходили ворота, которые вели на Москву. К сожалению, эта башня сейчас, по всей видимости, находится под зданием Центробанка, и мы ее уже никогда не увидим. Но, тем не менее, место положения этой башни мы уже достаточно точно можем определить. Большая Московская дорога являлась главной улицей Переиславля-Рязанского 17-18 веков. Вероятно, она существовала и раньше, но именно в 17 веке приобрела черты улицы Городской. По информации письменных источников, и это подтверждается сделанной археологами находкой, шириной она была порядка 4-5 сажений, то есть около 80 метров. И сегодня можно с точностью утверждать, она была мощеной. Она была не просто земляная дорога, она была покрыта досками, то есть лежали деревянные лаги, на них лежали деревянные доски или деревянные плашки. И вот следы вот этих вот лаг и плашек мы и нашли в раскопе, которые позволяют нам сказать, что это действительно дорога. Нам и нашим зрителям действительно повезло, ведь эта уникальная находка вот в таком виде просуществовала совсем недолго. Раскопки должны продолжаться, а возможности законсервировать и сохранить подобные объекты, к сожалению, пока у ученых нет. Ну а следующий сюжет мы посвятим прошедшему в нашем городе кулинарному мастер-классу. Как и зачем готовить при низких температурах? Почему утром не стоит пить имбирный чай? И какая из специй самая полезная? Об этом и не только на кулинарном мастер-классе рассказал Сергей Малаховский, который вновь посетил наш город. Я приехал с целью поделиться своим опытом, будучи в весе 115 килограмм, как же похудеть. Шучу. Я накоплен опытом поварским. Хочу поделиться, чем же питаться летом, чтобы не потеть, как я. В Рязань Сергей приезжает уже не в первый раз. Все благодаря Татьяне Карновой, организатору этого мероприятия. Я смотрела телеканал «Еда», увидела программу с Сергеем Малаховским, увидела просто его нереальную позитивную энергетику и решила его найти и предложить приехать к нам в наш город. Собственно, он согласился, и вот у нас так началась наша история взаимодействия. Сергей Малаховский, кажется, знает о еде все. Профессии он уже более 20 лет. За его плечами работа шеф-поваром и бренд-шефом во многих ресторанах Северной столицы. В 2011 году он открыл свой собственный ресторан. В 2012 стал ведущим телеканала «Еда». Сегодня о начале своего творческого пути он вспоминает с улыбкой и с присущей ему легкой иронией. Я стал поваром с того момента, когда услышал от друзей спасибо. Это спасибо мне просто достало до сердца. И подумал, я, наверное, на верном пути. Я делаю то, что мне нравится, и за это еще получаю спасибо. Пришел к маме и сказал, что не хочу инженером стать технарем. Можно я пойду на кухню? Мама сказала, нет. Я сказала, нет, мама, я слушать тебя не буду. Это чисто мое решение. В династии у меня поваров не было, а я чувствую, что я люблю это, занимаюсь. И меня вот просто в тряпки рвет. К сожалению, у многочисленных поклонников Сергея на телевидении он больше не работает. Но зато рязанцы получили уникальную возможность не просто перенять опыт шефа, наблюдая за всеми этапами приготовления блюд и даже участвуя в этом процессе, но и попробовать гастрономические шедевры. А в меню Сергея Малаховского в этот раз были только легкие и полезные летние блюда. Зеленый детокс, овощной плов и гаспачо по-мадридски. Сергей не только рассказал, как и из чего готовить эти блюда, но и поделился некоторыми фирменными секретами. Смотрите, вторым блюдом мы будем готовить гаспачо. Оно готовится из печеного перца, огурцов и помидор. С добавлением чеснока, туда идет оливковое масло, бальзамический уксус, и суп начинает пахнуть Испанией. Есть секрет, который делают мишленовские повара. Они в Испании крошат туда чайбату и гаспачо скисают. То есть получается овощной квас. И этот квас, он полезнее становится в тысячу раз. Мастер-класс включил в себя не только приготовление пищи. Сергей много и по догу общался с приглашенными на это мероприятие. Отвечал на их вопросы и давал полезные советы. Но, например, не стоит злоупотреблять зеленым чаем. А свежевыжатый сок лучше пить пополам с минеральной водой. Так усваивается порядка 90% всех полезных веществ. Ну а нам в интервью Сергей рассказал, что несмотря на то, что он обожает вкусно кормить людей, иногда ему очень хочется, чтобы и его кто-нибудь покормил. Бывает, меня приглашают люди за стол, и в замирании с прямой спиной садятся, понравится шеф-повару или нет. И скажу вам искреннюю правду, что шеф-поварам всем нравится очень простая еда. В общем, и от мастер-класса, и от самого Сергея все были в восторге. Невероятно позитивные, с искрометным чувством юмора. С первых минут он способен очаровать. Ну а после дегустации его блюд первые впечатления дополняются уважением к его кулинарному таланту. Так что, Сергей, с нетерпением будем ждать новых встреч с вами. Дмитрий Маликов Этот спектакль рязанским зрителям посчастливилось увидеть одними из первых. О том, как рождался этот проект, перед премьерой журналистом рассказал его автор и продюсер Дмитрий Маликов. Идея как раз родилась после уроков музыки, когда я проехал всю страну и понял, что... И как бы у меня возникло желание продолжать заниматься просветительством. Я начал думать о формах. И я просто понимаю, что чтобы достичь сегодня, так сказать, внимания молодежи современной, нужна, чтобы форма была интересной, зрелищной и современной. Вот. И я вот подумал, что вот такое сочетание... В очередной раз я объединил жанры. Ну, в первую очередь, это драматический спектакль. Вот. Но с элементами, безусловно, и визуализации. И каких-то чудес различных, фокусов. И в основе диалог поколений, потому что это всегда интересно. Найти компромисс с поколением отцов и детей в спектакле помогают великие музыканты и композиторы классики. Бах, Бетховен, Моцарт и даже Майкл Джексон. В сценарии тонко переплетены интересные факты их жизни и судеб, различные исторические эпохи, музыкальные направления. Яркий, динамичный, компактный спектакль рассчитан на семейный просмотр. Взрослым наверняка будет интересно освежить свои знания, и послушать шедевры мировой музыки, а детям окунуться в увлекательную историю, которая произошла с главной героиней, 16-летней девочкой-диджеем, и перевернула ее восприятие мира. Ну что ж, на этом наша программа подходит к концу. Мы увидимся с вами ровно через неделю в калейдоскопе новых и интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин